Американцы – народец ушлый, особенно политики и банкиры. Их давняя мечта – построить на обломках России, как бы она ни называлась, рабские сувенирные государства. Ну чтоб русские качали им нефть, добывали золото и прочее. И мало кто помнит или знает, что около ста лет назад США сделал попытку огнем и мечом завладеть нашими богатствами и нашим народом. В революционные годы наши добрые друзья с Запада, посовещавшись, решили разграничить Россию, СССР на зоны влияние. Французам одно, британцам другое, американцам третье. Иначе говоря, находящуюся в незавидном положении страну решили распилить. И помогать им должна была в этом Белая гвардия. США определили для себя, что Дальний Восток им идеально подойдет. Ресурсов там хватает. Заодно и японцам облом устроят. Те ведь тоже имели виды на эти земли. Самое забавное, на Западе считали, что русские люди все не способны на сопротивление, яки покорные рабы примут оккупантов. Логика у жадюг старого и нового света была проста. Русский народ уже никогда не сможет сплотиться. И уж тем более восстановиться. Слишком много потрясений. И вот в середине августа 18-го армия США под командованием Грейса появляется на Дальнем Востоке. А это ни много ни мало, 18 тысяч бойцов. Официальный повод, но чтоб русские не сильно рыпались. Обеспечение безопасного проезда корпуса Чехословакии, который возвращался из России на родину. Но мы-то знаем, какие на самом деле у американцев были планы. Гражданская война в самом разгаре, Россию раздирают противоречия, идеальное время для оккупации. Белогвардейцы стелились перед западными интервентами, помогая во всем. Даже обещали выплатить долги империи, лишь бы разбить красную заразу. Многие историки пришли к выводу, что если бы не западные интервенты, гражданская война была бы закончена давно. Но история не терпится слагательных наклонений. Никто поначалу американскому корпусу сопротивления не оказывал. И уж тут США развернулись. Тоннами они вывозили дальневосточное золото и пушнину, шерсть, кожу. И вообще, все, что имело ход малейшую ценность. Но не все так сладко было у США. Неприятности армии доставляли красные партизаны. А ответ американцев в виде расстрелов и издевательств над русскими, которые поддерживали партизанские движения, лишь сильнее озлоблял народ. Самое интересное, люди, которые сначала были против советской власти, насмотревшись на зверства оккупантов, все чаще переходили на сторону красных. Сопротивление, таким образом, получало подпитку. Пока американцы грабили Дальний Восток, советы, под удивленные всхлипывания западных правителей, сломали Колчака, даже несмотря на иностранную помощь. И США стало ясно, надо убираться из России, да желательно побыстрей. Ибо теперь с ними большевики церемониться не будут. Еще к тому времени партизаны успели неплохо потрепать американский корпус. А полномасштабной войны, пусть и серьезно ослабленной страной, с западу не хотелось. Наступала эра большевиков и коммунистов. Итого, оккупация продлилась всего два года. Последний солдат армии США покинул Россию в 2020 году. Понравилась история? Ставь палец вверх и подписывайся, впереди еще много интересностей.